Эти спортсмены нарушили правила и столкнулись с последствиями. Добро пожаловать на Оспорте ТВ! И сегодня мы покажем вам нашу семерку неспортивного поведения в профессиональном спорте. В этом списке мы сосредоточились на случаях плохого и неспортивного поведения, а также насилия как во время, так и вне спортивных мероприятий. Но все они заставили нашу челюсть упасть на пол. Инцидент с ботинком. Драки – это достаточно обычное явление в хоккее. Но даже с учетом безбашенного стиля игр 70-х, эта драка с участием защитника бостонских мишек и фанатом Нью-Йорк Рейнджерс была по-настоящему за пределами нормальности. Дабы поймать зрителя, который напал на игрока, команда Бостона взобралась на трибуны. Но самым шокирующим моментом стал тот, когда Майк Милбери ударил обидчика его же собственным ботинком, что привело к множественным отстранениям и штрафам. Нападение на Нэнси Керриган. Хотя Олимпийские игры поддерживают дух соперничества, этот случай превзошел все, что мы только можем ожидать от фигурного катания. Дабы увеличить свои шансы попасть на Олимпийские игры, Тоня Хардинг устроила тайный сговор, чтобы устранить конкурентку Нэнси Керриган. Нэнси затем не смогла принять участие в чемпионате США по фигурному катанию, подарив тем самым победу Хардинг. Хотя обе они впоследствии попали в Олимпийскую команду, в итоге Хардинг были предъявлены обвинения в соучастии. Обманщица бостонского марафона. Хотя Рози Руиз и утверждала все шесть лет после, что она пробежала бостонский марафон, но всем известно, что американская кубинка сжульничала на пути к финишной прямой. Те факты, что Руиз только слегка вспотела, а ее лицо не было знакомо другим участникам марафона на финише, были только отправными точками к подозрению. Через некоторое время обнаружилось, что нет ни одного видеоподтверждения этого факта, а затем и вовсе несколько очевидцев сообщили, что видели, как она села в метро. Официальное расследование все это подтвердило. Хотя нападающий Ливерпуле и был обвинен в расовой дискриминации по отношению к игроку Манчестер Юнайтед Патрису Эвра в 2011-м, речь пойдет о других хорошо знакомых вам инцидентах с его участием. Во время игры премьер-лиги Луис Суарес утопил свои зубы в игрока Челси Бронислава Ивановича. Кусачего форварда дисквалифицировали на 10 игр. Спустя год на чемпионате мира в FIFA мы убедились в том, что Суарес не учится на своих ошибках. На этот раз уругвайский нападающий укусил защитника сборной Италии Джорджо Кьеллини. Рефери никак на это не отреагировал, однако спустя несколько дней после матча дисциплинарный комитет FIFA применил жесткие санкции против Суареса и отстранил от любой футбольной деятельности на 4 месяца. На данный момент Суарес великолепно выступает за Барселону и лишь время покажет, сможет ли он держать свои хищные инстинкты под контролем. Тайсон против Холифилда Майк Тайсон и так на тот момент был известен как дикий и безбашенный боксер. Но его реванш против Эвендера Холифилда в 1997 году затмил все, что он до этого сделал на ринге. Во время их боя Тайсон укусил своего соперника не один, а два раза. Он был дисквалифицирован и позже утверждал, что его действия были вызваны безнаказанными ударами головой от Холифилда. Зверства во дворце Хотя драка между Индианой, Пейсерс и Детройт Пистонс и началась на площадке, она очень быстро переросла в самую скверную массовую драку в истории НБА, когда добралась до трибуны. После того, как один из фанатов кинул свою выпивку в Рона Артеста, профессиональные баскетболисты и фанаты начали забрасывать друг друга ударами и всем, что было под рукой. Эта массовая драка привела к множеству отстранений игроков и к уголовным обвинениям, выдвинутым нескольким фанатам. Еще несколько событий для упоминания не вошедших в наш основной список. Рейсер Мадрид Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это произошло во время камбэка Франции в финале чемпионата мира 2006 года, когда внезапно Зинедин Зидан ударил головой в грудь Марка Матерац Зидан был удален с поля, и Италия выиграла эту игру в серии пенальти Разбег, удар, Италия завоевывает Кубок Мира Уже позже стало известно, что итальянский игрок дразнил и оскорблял Зидана И возможно, такое поведение не обязательно будет самым сумасшедшим в обычной игре Но тот факт, что это произошло на самой большой футбольной встрече в финале самого большого чемпионата Ставит это происшествие на первое место А согласны ли вы с нашим списком? Какой случай из спорта вы считаете самым неспортивным? Пишите в комментариях Если вы хотите увидеть новые выпуски Убойной семерки Убедитесь в том, что вы подписаны на наш канал Благодарим вас за ваше внимание С вами был Валерий Смекалов Специально для Оспорте ТВ Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok